У меня сложилось такое впечатление, как будто сейчас в рамках Destiny случилась маленькая революция, но давайте же разбирать, что показали на том самом стримчанском анонсе, который произошёл буквально вот только что. Для начала самое главное это дополнение Обитель Теней, о котором мы уже знали, и возврат на Луну точно состоится, возвращая старые ужасы и страхи для стражей. Теперь речь идёт не просто про Ули, поэтому, быть может, какая-то новая фракция засветится. Главным персонажем здесь выступает Эрис Морн, вернувшаяся после путешествия. Она выпустила некие кошмары, и теперь ей нужна помощь стражей. Релиз данного обновления состоится 17 сентября, и для доступа в новые дополнения не обязательно играть в предыдущий контент, тут связи с отвернутыми нет. Среди нового контента ожидается и нового рейд, но что там будет точно, мы узнаем в будущем. Далее в рамках стрима была затронута основа Destiny, где выделили три фактора. Это то, что Destiny является экшеном о моей игрой, должен быть в игре меняющийся мир, когда мы что-то делаем, решаем головоломку и что-то происходит в мире, и возможность играть везде. И отсюда вылился анонс появления игры на Google Study. До стрима банджи был стрима Google, где были анонсированы подробности об этой стадии. Распинаться долго не буду, потому что нас это мало интересует, и пока это доберется до России, либо каких-то русскоязычных регионов, и даже будет предполагать. Но действие не будет доступно ограниченное время в рамках Stadia Pro. Но сервис сам запустится только в некоторых странах, и для изначального доступа в этом году придется покупать здание основателя за 130 вечно зеленых. Для всех остальных людей будет доступна Stadia в 2020 году, и предполагается, что как минимум игру придется купить оттуда, скорее всего и подписочку придется покупать для стриминга. Что касается кроссейва, то возможность играть вашими персонажами на любой платформе была официально подтверждена, потому на ПК, Xbox, PS4 и Stadia все это дело можно будет нормально переносить, хотя Sony сказали банджи все еще не работают, но предполагается, что на все платформы, где имеется Destiny 2, можно будет спокойно переносить ваших персонажей. Далее мы узнали, что начало игры будет переработано, и игра получит название Destiny 2 Новый Свет. Выйдет это все дело 17 сентября вместе с дополнением Обитель Теней. Выйдет игра бесплатно для всех платформ. Начало будет соответствовать прямо как в Destiny 1 на Космодроме, что немножко радует. Выйдет! Ты жив! Речь, правда, здесь не идет о ремастере первой части, будет, грубо говоря, ремастер только начальной миссии, ведь сейчас начало игры выглядит так, как будто вас выбрасывают после последнего дополнения первой части. После завершения обучающей миссии, которая замернулась около 15 минут, вас выкинет в башню, где вы сами выбираете, чем заняться, будь то гамбит, горнила, налеты, открытие пунктов назначения, прохождение Левиафан Рейда, кампанию, проходить Красной Войны, Меркурия и Марса. Все это бесплатно. Будут доступны для посещения даже спутанные берега, город грез и луна, но для бонного доступа к ним придется приобрести дополнения. К слову, предполагается, что с самого начала игры у вас будет 750 света для доступа ко всему, что есть в игре. У ветеранов также будет возможность испытать обновленное начало игры с космодромом. В целом же, после обучающей миссии, можно будет сразу вступить в эндгейм, пропустив элемент бесценной прокачки. Но я больше чем уверен, что целая толпа людей войдет в игру. Далее по новостям сказали разрабы, что эксклюзивность контента ходит в небытие, потому больше никакой дичи для Sony быть не должно. Весь контент, который выходит, будет доступен в игре с самого начала. Так что хорошо. Было еще упомянуто, что нужен был новый дом для Destiny на ПК, ввиду того, что Bungie Summit перездаёт игру и зависать в Battle.net лаунчере было бы как-то странно. Потому теперь игра будет доступна в стиме. А бильтит теней, к слову, выйдет только в стиме, но перенос аккаунтов будет обеспечен со всем прогрессом, длцей и прочим. Позже на официальном сайте Bungie можно будет это все дело переместить. А игра D7-2 уже имеется в стиме с соответствующими ценами. Также вышла новая документалка от разрабов, называется она «Выходя из теней». Акцент там был в основном направлен на то, что теперь Bungie находится у руля. И теперь только они вместе с игроками решают, куда идти дальше. Были показаны там новые кадры луны, тут и там засветились, кстати, новые экзоты. Например, есть некий отталкивающий лук, лучевая пушка, создающая огромную зону крыта, и снайперский револьвер, который поджигает вас при частой стрельбе. Там же засветился и возможный новый предел силы 800. Также было подтверждено, что осенью игра повернется больше в сторону ММО и РПГ, добавляя характеристики, модификаторы в броню, усиливая глубину восприятия персонажей, плюс завезут добивающие удары. Что касается сезонов, то восьмый сезон сфокусируется на PvP, а именно на Гарниле, возвращая режимы из прошлого и пересматривая плейлисты, закладывая основу для будущего Гарнила. И похоже, что да, сезоны никуда тут не денутся. Что же касается годового беймента, то точно сказать ничего не могу, но если я правильно понял, то сезоны будут доступны для покупки отдельно, поэтому если вам нравится какой-то сезон, можете его сразу же купить или подождать и ничего не покупать. Также покупка дополнения Обитель Теней дает бесплатный доступ к текущему активному сезону, но уже после выхода 12-го сезона и далее вам будут давать не бесплатный доступ к сезону, а только соответствующее количество серебра. Согласно страничке Стима, всего игра потребует 105 гигов. А еще эксквизивные награды, посвященные Эрис Морн, будут доступны с 6-го числа 6-го месяца 2019 года, то есть по идее сегодня, но вроде как я ничего такого не видел. При этом можно получить эти вещи при предзаказе или предварительной покупке Destiny 2 Битель Теней и цифрового делюкса здания Destiny 2 Битель Теней. Правда, что именно имеется под этим в виду, ничего неизвестно, потому что страничка Стима довольно лаконична. Что же касается цен в Стиме, то указано 619 рублей за обычные здания и 1085 за делюксы здания. По камере так было указано ранее, теперь уже все это дело немножечко подорожало. Обычная версия дополнения будет стоить 1199 рублей, а цифровое делюкс здания будет стоить 2000 рублей. Видимо наложались региональными коэффициентами, или может что-то вроде того, я точно не знаю, что там произошло. Из других моментов, которые стоят упоминания, это испытания 9 пока не возвращаются, речь о Destiny 3 не идет, так как банджи сейчас фокусированы на развитии текущей части, изменения баланса не станут чаще и будут проводиться раз в сезон, и также дополнения отвергнутые и текущий сезонный абонемент будут приобретаться вместе по пониженной цене, какой еще точно неизвестно. В любом случае изменения довольно радикальные, мне надо сказать, что мне это относительно нравится, хотя я уже видел жалобы людей о том, что мол, почему мы раньше платили такие деньги, а теперь такое ощущение, как будто нас киданули. С другой стороны, надо понимать, что тот контент, который мы покупали в то время, стоил соответствующие деньги тогда, а сейчас как бы было бы странно оценивать тот же контент по этой же стоимости. Но в любом случае, я предвкушаю эти изменения, и похоже, что Обитель Теней будет довольно годным обновлением, плюс целая прорва новичков вольется в игру, да и я был бы не против погулять по обновленному космодрому. Но в любом случае, надеюсь, что вы нашли эту информацию полезной, но от меня уже точно все, потому всем всего, всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok